Сегодня я хочу поговорить о чем-то, что является концепцией, трудной к пониманию. Отцы говорят, что добродетель, которая необходима для того, чтобы быть духовным человеком, это смирение. И гордость уничтожает всю работу, которую мы совершаем. Мы до какой-то степени моимаем эту часть гордости. В миру они используют слово настолько странно. Ты должен быть горд собой. Ты должен быть горд тем, что ты делаешь. Гордость и гордость, гордость, гордость. Должен иметь ее. Не распознавая, что это уничтожительно. Потому что идея в миру гордости является тем, что ты относишь к себе все свои достижения. Это я этого достиг. Но в реальности это тот дар, который Господь Бог тебе дает. И ты сам не в состоянии был ничего сделать. Смирение, оно не имеет никакого смысла в миру. И все еще нам говорят при этом, что смирение является очень важной добродетелью для того, чтобы быть духовным. Господь Бог говорит косвенным путем об этом в Евангелии. И что Он говорит? Вы должны быть в миру, но не от мира. Подразумевая то, что ты не должен иметь ценности этого мира. Ты должен иметь ценности евангельские. И вот эта система ценности мира, быть успешным. Это вы. Будьте счастливы. Делайте то, что вы хотите. Достигайте и достигайте. Это вот о чем говорит нам мир. Если ты не встречаешь этим ожиданиям этого мира, то ты рассматриваешься как в проигрыше. Если кто-либо едет по улице на автомобиле Бентли, и они видят кого-то подметающим улицу, они говорят, ой, бедный человек. А и как бы так, что этот человек ничего не достиг. Может быть у человека, который едет на автомобиле Бентли, у него нет жизни. Он может быть нечувствительным, он может быть гордым, он может быть жестоким, наполненным своими похотливыми страстями. А человек, который подметает улицу, может быть хорошим родителем, любящим, служащим Богу. Он является успехом. Но не глазами этого мира. Господь Бог говорит нам, что мы должны иметь смирение, чтобы первые стали последними. И когда мы начинаем смотреть на это, или понимать это, мы сначала не понимаем, как глубоко мы ранены этим миром. Мы думаем, что я могу поменять свое мышление, и у меня будет все в порядке. Но мы сформируем нашим вовлечением. И очень трудно отказаться от всего этого. Нам нужно иметь напоминания. Это примерно так, когда ты изучаешь какой-либо навык, кто-либо тебе может показать, как это делать, и уйти. Здесь оборудование, вот это делаешь, и вот результат. Но хороший учитель, хотел бы, чтобы ты был хорошим рукодельником, будет с тобой стоять рядом, показывать тебе, и попросит тебя это сделать, и будет за тобой смотреть, когда ты это исполняешь. И когда ты начинаешь совершать ошибку, они тебя остановят. Этого не делай, чтобы ты не уничтожил результат свой. Но кто-либо являет человеком не озабоченным о этом продукте, он сказал, сделай это так, и уходит. И, конечно, ты совершаешь ошибки. Твой результат, твои продукты или работы не хорош. Если достаточно, они говорят, не беспокойся. Или, если их недовольтворяет, они говорят, уходи отсюда, ты не знаешь, что ты делаешь. В монастыре нам нужно иметь нежные напоминания. Не вот таким образом, а вот так тебе нужно сделать. Не в критике, но в поддержку. Мы приносим с нами поведение из этого мира. Потому что это единственный учитель, которого мы имели. У нас на прошлой неделе было обсуждение. И в этом обсуждении мир нас очень сильно присутствовал. Система ценностей этого мира, они были настолько присутствуемы. Наш метод ответа друг к другу, наша защита защищать себя. И видеть других людей, видеть других врагами агрессивными по отношению к нам. Я не могу больше доверять. Вот примерно вот так. Не то, что я говорю, что для этого не было причин. Я просто говорю, что мы принесли с собой всю вот эту защиту. Мы принесли с собой в монастырь вот этот путь нападения на людей и агрессивности. Господь Бог говорит, что мы должны это изменить. Мы должны научиться быть смиренными. Существует разного вида академические определения смирения. Одно, которое я помню, когда я еще возрастал, смирение – это правда. Не так, как ты видишь вещи. Не так, как ты думаешь о них. А так, как эти вещи понимаются в настоящем. Вот это смирение. Это примерно немного абстрактное и затемненное определение. Но, например, человек, который надутый и говорит, «Я себя сам сделал. Мне не нужен Бог. Мне не нужна вера или религия. Я достиг этого». Это очевидно гордость. Очевидно для каждого. А противоположным, что является смирение, все, чем я являюсь, и все, что я имею, это дано рукой Божией. И тогда ты понимаешь свой долг Бога. Но не как раб, и ты все время как бы его боишься, что тебя достанут. А в благодарности, сколько он много нам дал. Это вот то, что мы должны распознать. Смирение. Это совершенно абсолютно противоположно гордости. Одна из нас часть имеет очень тяжело понимать смирение. Причина – мы горды. Единственная добродетель, которая приведет нас к святости, – это смирение. Давайте теперь посмотрим, что об этом говорят отцы святые. Старец Пимен сказал своему ученику, «Если бы ты возжелал увидеть Царствие Божие, стань смиренен. Предпочитай проигрыш, который будет сопровождаться смирением, той победе, которая будет сопровождаться гордостью. нам нужно смирение больше, чем любая добродетель, говорит Авва Исаия. Давайте будем всегда готовы к тому, чтобы, как каждое слово, которое мы можем сказать, и любую вещь, которую мы можем услышать, все, что мы можем сделать, мы должны всегда говорить, во-первых, и прежде всего, мы всегда должны говорить, «Прости меня». поэтому через смирение вся вот эта вражья работа дьявола становится вообще без... теряет всякую ценность. как трудно, когда мы находимся в обсуждении или в каком-то споре, как трудно проглотить нашу противную гордость и сказать, «Прости меня, я сожалею». очень часто мы начинаем диалог даже о чем-то таком прекрасном, как Господь, и мои идеи отличаются от ваших. и я чувствую, что подходит порыв раздражения, эмоций, и мой хлам начинает проникать в наш диалог. Я вижу, что вы со мной не соглашаетесь или меня не понимаете. И вместо того, чтобы быть смиренным и терпеливым, помочь вам создать атмосферу, в которой вы будете слушать, я начинаю вбивать свое собственное мнение в вас. И моя гордость захватывает. И я знаю, что я вас тыкаю. Я понимаю, что я вас расстраиваю и работаю против вас. Но моя гордость никогда не позволит мне сказать за тебя неправ. И даже не позволяет мне сказать я просто вас волную, завожу. Потому что мое мнение, мои идеи и мои намерения, они гораздо более великие, чем ваши чувства. Я отказываюсь от взаимоотношений по проблеме. И я провожу большую часть времени в войне с людьми вместо того, чтобы иметь взаимоотношения. Это гордость вместо снирения. И я такой гордость, и вы мне говорите, что вы гордые. И я говорю, конечно, я горд, потому что каждый является гордым. Это так же пример, как сказать, ты пахнешь. А мой ответ такой, что каждый пахнет. Конечно, я пахну. Вместо того, чтобы сказать, я пойду, припрему душ, потому что я пахну. Гордый человек, а мне нравится, это святой Антоний Великий сказал, гордый человек, это тот, который хоронит себя заживо. Ему не нужно никого, чтобы его похоронили, он делает это сам. И мы все это испытали. Как часто наша неспособность иметь взаимоотношение к другому человеку относиться в связи с нашей гордостью. Мы хотели бы быть с людьми, но когда мы находимся с людьми, пребываем, мы позволяем нашей гордости делать каждого врагом в этой комнате. И мы копаем свою могилу. Либо у нас война по этому поводу, сражение. Или мы замолкаем. Или другие просто от нас отказывают. Единственное человеческое поведение, которое мы должны иметь, это любовь. Но мы это уничтожили. Потому что наша гордость так велика, что мы хотим кого-то просто вколотить. Мы хотим это своим путем, способом. Очень важно предоставить человеку свои идеи, свое мышление, нежели чем сместительное взаимоотношение. Мы все в этом виновны, повинны. некоторые дни мы гораздо лучше, чем другие. Смирение, если ты всегда держишь в рассудке то, что Господь говорит нам, последние будут первыми. И первые будут последними. Тот, который наставит на своем собственном пути, выйдет через дверь, он не будет частью взаимоотношений. Некоторый брат пришел посетить Абу Пимена и сказал старцу, «Абва, научи меня слову». Он оставался со старцем семь дней. И Абва Пимен при этом не говорил ничего. И когда он уже почти собирался уходить от Абвы, Абва Пимен сказал ему, «Когда провожал его до двери, даже до сегодняшнего дня, мои грехи они являются стеной темноты между мною и Богом». Наша гордость предотвращает нас от достижения Бога. Только смиренный человек увидит Бога. Как мы можем быть такими безумными? Мы слышим что-то такое. И наша гордость пытается это избежать все время. И не важно. Я гордый, я ничего при этом не могу сделать с этим. Я буду надеяться на милосердие Божие избавиться от своей гордости. Это примерно так же, как сидеть в коровьем навозе и говорить, что это пахнет, это неприятно противно, и много мух. Вместо того, чтобы выйти из этого и помыть себя, очистить. я буду ждать Божью милость, чтобы он об этом позаботился. Господь Бог дал интеллект для этого, чтобы вы вышли и помылись. Абва Даниил сказал, что те, которые жили в Вавилоне, молодая женщина, дочка губернатора, у нее она была одержима демоном, который жил в ней. губернатор, правитель, знал монаха. Он любил этого монаха. И он настаивал в том, чтобы этот монах исцелил его дочь. Монах ответил этому правителю, губернатору, никто не сможет излечить вашу дочь, кроме некоторых анхаритов, цельников, которые далеко живут в горах, я знаю их. Но если мы призовем этих монахов, из великого смирения они не приедут. И они не будут рассматривать такое дело, как из гонения демонов. Поэтому, когда они придут на рынок продавать свою работу ручную, приди к ним, притворись, что ты бы хотел купить их товары и пригласи их к себе в дом, для того, чтобы дать им деньги за товар. Когда они придут, попроси их помолиться за вашу дочь. я поверю, я верю в то, что если они это сделают, она будет исцелена. Они пришли на рынок и они нашли ученика старца, который сидел и продавал свои товары. правитель взяли этого монаха и все корзины, которые он сделал и привели его в дом этого правителя, чтобы он мог получить оплату за свои товары. Как только монах вошел в дом, девушка, которая была одержима демоном, подошла и ударила его по лицу. Монах мгновенно поставил другую щеку. То есть, он положил в практику слова Божия, кто ударит тебя по правой щеке, поверни ему и другую так же. Это поведение замучило демона, который начал кричать. Такая жестокость. Он сказал, что заповедь Божия изгоняет меня из этой женщины. И мгновенно девушка стала свободной от этого демона. в тот самый момент она стала здоровой и вернулась к своему здравому рассудку. Этот случай был открыт и стал известен старцам, которые прославили Бога и сказали, ничего более не уничтожает гордость как смирение и подчинение заповедям Божьим. Как часто мы слышали вот этот отрывок из Святого Писания. «Если человек подойдет и ударит тебя в лицо, подставь другую щеку и позволь ему сделать с тобой еще раз». Те из нас, которые являются гордыми, мы скажем, ты не можешь этого делать. Если ты будешь находиться в миру и будешь позволять это делать, тебя уничтожат. если человек позволит тебя и спросит тебя твое пальто, отдай ему также и свою рубашку. Ты что сумасшедший? Все, что я имею, у меня этого больше не будет. А на самом деле мы говорим, мы не верим в слова Божие. Мы настолько привязаны к своей жизни, мы говорим, что если я поверну другую щеку, жестокость будет сделана и мне физически будет больно. И вместо того, чтобы проявлять физическую жестокость, мы очень с радостью воспринимаем духовную жестокость гордости. Нашему телу не повреждают, наша душа уничтожена, раздана. ваш брат просит ваше пальто, а вы говорите, а почему я должен эту рубашку, что у меня останется? Вместо того, чтобы приобретать жизнь вечную, за цену пальто и рубашки, вы теряете это все, потому что все, что вы имеете, это рубашка и пальто. Нам была дана возможность вновь и вновь избавиться от себя, гордости и эгоизма, себялюбия. Но мы такие гордые, что мы боремся за это, и мы не можем этого принять. гордый человек не может даже и понять, что такое смирение. Он считает, что смирение это смехотворно и оно невозможно. Конечно, оно невозможно, кроме так, как через Бога. С Богом все вещи возможны, много возможно. Единственный путь, без этого возможно, это для вас умереть для себя. Господь Бог повторяет нам всякий раз. Если ты хочешь найти свою жизнь, ты должен ее потерять. Если ты хочешь жить, ты должен умереть. Если ты не умрешь, прежде чем ты умрешь, ты умрешь, когда ты умрешь.